Запретил авиасообщение с Грузией. Туристам предлагается покинуть эту страну. МИД России должен обеспечить их выезд. Сезон закрыт с 8 июля. Авиакомпании уже рассказали о массовой сдаче билетов, причем их полная стоимость тут же компенсируется. А российский туризм в Грузии дает от 8 до 11 процентов ВВП страны. Дмитрий Песков назвал это красивым словом «вынужденные рестрикции», которые с латыни переводятся проще. Наказание. Наказание. В случае угрозы гражданам России власти могут пойти на более жесткие меры. От запрета на импорт грузинских товаров до тут, пока граница не обозначена. А все и за креслом. В Тбилиси проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. По протоколу председатель должен занять место спикера местного парламента. Так происходит во всех странах, где собирается эта ассамблея. Ее президент Сергей Гаврилов представляет Государственную Думу, но в этот момент грузинские депутаты блокировали президиум и подняли крик, почему русский, который голосовал за признание Южной Осетии и Абхазии, сидит в кресле спикера, да еще и говорит по-русски на языке оккупантов. Полиции пришлось выводить депутатов из разных стран через быстро собравшуюся толпу. Была угроза жизни нашей делегации. Что началось дальше в Тбилиси, вы видели в новостях. Грузины решали свои внутренние проблемы, но обвинили во всем русских. Причем как с той, так и с другой стороны. Сторонники Михаила Саакашвили на площади кричали русские свиньи, оккупанты и так далее. Но и президент Соломеза Рубишвили не отставала. Россия наш враг и оккупант, а митинги устроены русской пятой колонной. Из Тбилиси предает наш корреспондент Дарья Онегина. Их не нужно было просить дважды, чтобы окружить парламент и напасть на полицейских. Стоило только грузинской оппозиции кинуть клич, как к зданию моментально стянулись крепкие парни. Не испугал их даже слезоточивый газ. Очень сложно дышать. Едкий дым пулит в глаза. Постоянно пытаются отогнать полиция, митингующих от главного здания. У сотрудников МВД отбирали дубинки и амуницию. Самих полицейских выдергивали из строя. Молодчики были не только агрессивны, но и явно хорошо подготовлены. Общались с знаками. Вот призыв навалиться. Ну а это попытка синхронно продавить оцепление. Полиция была вынуждена ответить. В ход пошли водометы и резиновые пули. Но все это имело лишь временный эффект. Если будут еще разбежать, то сейчас они продолжают вновь стягиваться к зданию. Парламент Айси. Отбить парламент удалось. Свой гнев митингующие выместили в центре города. Но что так разозлило? Оказывается, гость из России. Депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В рамках Межпарламентской ассамблеи православия. По инициативе приглашающей страны. Но кого это теперь волнует? Российского парламентария выводили из здания под охраной. А безобразная сцена в зале заседаний закончилась угромой. Я убивал вас! Убивали буду убивать! Убивали! Этот разгоряченный спикер не зря упомянул именно Абхазию. Оппозиция распустила слух. Сергей Гаврилов там воевал. Сам депутат ответил на обвинение уже в Москве. Я никогда в жизни не участвовал в гражданских конфликтах, военных конфликтах. Тем более в Абхазии. И вся моя деятельность была посвящена работе в гуманитарной сфере. Откровенная ложь. Да, действительно, откровенная ложь. Воевал. Только, правда, не в Абхазии, а в Южной Осетии. Вот он. А что, не похож? По-моему, очень даже похож. И вообще, вот эта вот парламентская ассамблея православия выглядит очень странно. Ну, потому что в нормальных государствах церковь отделена от принятия решений и от власти. От институтов власти, таких как парламент. Что получается, что Грузия и Россия ненормальные государства? Возможно, возможно, это Добров. Был Добров в Чефире у меня когда-то на канале. А сейчас Добров в Адяре. Новости с точки зрения... Ебану. Ты хли... Ну, сегодня в программе, как вы уже догадались, протесты в Грузии. Значит, и спецназ военной разведки России превращают в отбросов общества. Делегация семи стран покинула сессию ПАССЕ из-за России. Россию вернули в ПАССЕ. Началась встреча Медведчука с главами ДНР и ЛНР. И более того, отступление наших сбруйных сил с Донбасса. Встреча Путина и Трампа в Уссаке на саммите G20. Обо всём об этом Добров в Адяре, чтобы не быть голос... Голословным. Вот она, Вадяра. Вот она. О, ну тут не видно, тут мало видно. Но я не так проливать не хочу на компьютер. Добров, в общем, в Адяре. Начнём мы с Грузии. Сейчас я только всё отрегулирую. Протесты в Грузии. Что произошло за ночь? За Вальпургевскую ночь, безусловно, апелляционные силы и недовольные граждане столкнулись с полицией возле здания грузинского парламента. Вечером 20 июня пришли тысячи протестующих людей. Лидер оппозиции Иракли Кохобидзе потребовал отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и главы тамошнего СБУ ДРОП ФСБ Вахтанга Гема Лури. Поводом для акции протеста стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в их парламенте. После фразы «Я вас убивал в Абхазии и Южной Осетии» тогда в августе 2008 года Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Тем самым дал понять, что если грузины не будут его слушать, слушать его выступления, то тогда в парламенте Грузии будут заседать российские и пророссийские депутаты, но уже с АКМами наперевес, ибо всего каких-то 200 км от Тбилиси находятся базы российских вооруженных сил в Абхазии и в Южной Осетии. Им как нифиг делать начать вторую операцию по принуждению грузин к русскому миру и зайти в Тбилиси, другими словами, оккупировать все 100% территории Грузии. Образ российского депутата, сидящего в кресле начальника грузинского парламента, как характерный образ, возможной пока еще 100% оккупации Грузии со стороны России. После случившегося и после того, как российского депутата в грузинском парламенте закидали тухлыми яйцами, именно потому, что он представлял страну агрессора и оккупанта, поскольку каждый грузин знает, кто или что находится даже не в 200 км от Тбилиси, а в каких-то 35 км от Тбилиси, учитывая разведательные подразделения. И российского депутата под охраной вывели из здания парламента. И на этом грузинским силовикам спасибо. Спасибо, что не вывели депутата к толпе, которая пришла к парламенту отыграться на депутате Гаврилове за поражение Грузии в августе 2008 года. А иначе бы действительно началась бы новая война, если гражданина России прямо около стен парламента Грузии распяла бы толпа, и это был бы шикарный повод для Путина начать военную операцию против Тбилиси. И один, да, хамский депутат расселит толпой, это был бы веский повод для Кремля, да, снять цепи станков с Хинвали и отправиться в Тбилиси мстить. Так что тут я не согласен с грузинской ополицией. Главы МВД Грузии и МГБ Грузии действовали абсолютно правильно и верно. Не дали хамлу из Государственной Думы геройски пострадать за Отечество в Грузии. МВД Грузии разогнало протестующих и казалось бы на этом все. А вот и не все. Дальше в политике из-за всей этой шумихи с депутатом Гавриловым извлекали свои выгоды как с одной стороны конфликта, так и с другой. Путин, руководствуясь над безопасностью, ну а чем же еще? С 8 июня запретил своим гражданам отдыхать в Грузии. Многие говорят, что так он наказал своих граждан. Но Путин наказывает своих граждан каждый день. Тут немножко другое. Это не наказание россиянам за выбор 2018 года. Это не рестрикции. Это не что иное. Это использование данного случая, в частности погромы около здания правительства Грузии, в целых убирания конкурента отдыха в Крыму и в Сочи. То есть, руководствуясь тем, что Грузия не может обеспечить безопасность русских туристов, Путин отдает приказ о прекращении воздушного авиасообщения с этой страной ровно для того, чтобы перенаправить турпоток из Грузии в Сочи и в Крым. Потому что в Сочи не едут дорого, а в Крым не едут дешево, но сервиса никакого. Поэтому выбирают среднюю прослойку, конечно же, где и сервис качественный, и недорогой, а это, безусловно, Грузия, в частности, известный грузинский курорт Батуми. Я видел, как Батуми отстроили после авиаударов российских сушек в августе 2008 года и должен сказать, что это нечто бесподобное. Это не то, что там Цхинвал и Сукум не сравнится с этим. Это даже некоторые города не сравнятся с тем, что отгрохали в Батуми. Поэтому туристы туда едут отдыхать, а не в оккупированный Крым и не в пострадавший от Олимпиады в Сочи. Удивительно, но факт. Выяснилось на этой неделе, что в Грузию ездит отдыхать гораздо больше россиян, чем в ебучий Крым и в Сочи. Да, вместе взятых. А иначе бы Путин не бил по самому больному месту Грузии, по русско-туристозависимости экономики Грузии. И действительно, смотришь на Батуми и понимаешь, что по сравнению с ним Крым это какой-то аул за чертой пыльного грязного города. Путин использовал заявление президента Грузии о том, что Россия наш враг, и сами погромы около парламента, дабы убить в кавычках конкурента курортом России. А вы думаете, Гаврилов просто так себя по-хамски ввел в парламенте Грузии? Нет, это всё кремлёвское многоходовочко. Убить, фигурально выражаясь, конкурента курортом России. Ну а президент Соломи Зорубешвили, когда называла Россию врагом Грузии, она тоже свои политические дивиденды взыскивала. В частности, обвинив Россию в том, что она враг для Грузии, она, конечно, подняла свой рейтинг. И теперь рейтинг Соломи зашкаливает до небес. Не то, что Путин, у которого реальный рейтинг 30%, а рисует 70%. Дальше. Спецназ российской военной разведки превращает во второй сорт. Собственно, это объясняет то, что ГРУ РФ сейчас ассоциируется не с разведдеятельностью за рубежом, а с пидорастами Петровым и Башировым, а также с отзбитым по ошибке офицера ГРУ Дубинского Боингом в небе над Донбассом. К сожалению, а к счастью для врагов России идет схватка бульдогов, а не же ублюдки, под ковром за госбюджет и госфинансирование. Касается это и военной разведки России. По очень простой причине, ведь верховный главнокомандующий вооруженными силами России выходит ИЛС, конкурирующий с ГРУ конторы СВР, которая в свое время входила в КГБ, а у КГБ имелись большие терки с ГРУшниками за конспиративные квартиры за рубежом и за своих агентов. Чего только стоит история с президентом Афганистана Амином, чей дворец брали штурмом спецназ ГРУ, а обронял дворец, как бы сейчас сказали, агенты КГБ в штатском. Итак, почему же военная разведка России утрачивает свою эффективность и, что более важно, боеспособность? В апреле 2019 года курсанты Рязанского училища ВДВ сорвали с себя голубые погоны и положили их к памятнику основателя ВДВ Маргелова, словно извиняясь перед ним, что не смогли отстоять права эти самые погоны носить. Курсантов запретили носить погоны небесно-голубого цвета по приказу министра обороны номер 300 от июня 2015 года. В этом приказе сказано, что курсантам Рязанского училища ВДВ должны носить другую форму, так называемую поседневную. ВДВ и ГРУ она состоит из синего цвета с голубыми погонами. Однако, много лет курсанты Рязанского училища носили летом не поседневную, а полевую форму с голубыми погонами и нагрудными нашивками голубого цвета. Это оправдывалось тем, что курсанты летом в основном находятся, что называется, в полях, то есть проводят полевые занятия. Переодеться некогда. То есть приказ министра обороны Шойгу нарушался. И вот в апреле 2019 года начальник Рязанского училища выпустил свой приказ о ношении формы в училище. Теперь курсанты должны носить гибрид поседневной и полевой формы. А погоны у курсантов в результате комбинирования двух форм стали серовато-зеленые. То есть это уже не форма курсантов ВДВ и ГРУ, а какая-то форма мотострелков, срочников или погранцов. Причем же тут ГРУ и военная разведка. А при том, что в своеобразном протесте курсантов Рязанского училища ВДВ и в неисполнении приказа министра обороны и начальника училища генерала-майора Алексея Рогозина обвинили курсантов батальона спецназа военной разведки с такими словами, что спецназ ГРУ бросил сын на все ВДВ и опозорился таким образом. Руководство Рязанского десантного училища делит таким образом курсантов на наших и не наших. А это имеет прямое отношение к боеготовности будущих офицеров военной разведки России. Привет Чипыги и Мишкину и их чеку в такси от штаб-квартиры ГРУ к аэропорту. После ликвидации факультета спецназа ГРУ в Новосибирском командном училище вся подготовка у жараушников была и остается в Рязанском училище ВДВ. Но их там не жалуют. И тут самое главное что показывает какое у нас мудрое в кавычках руководство педобрасов в генеральских погонах. Командование военной разведки России никак не влияет на учебный процесс будущих офицеров ГРУ. Среди преподавателей нет офицеров которые служили в спецназе и могут поделиться своим боевым опытом. Как ни трудно догадаться учат будущих офицеров военной разведки ВДВшники. Но никак не действующие офицеры военной разведки. Это все равно что летчиков учили бы машинисты тепловозов в институте транспорта. Замы начальника Рязанского дезинферного училища и другие офицеры управления которые не связаны со спецназом называют курсантов ГРУ вторым сортом помоями и отстойными недостойными Рязанского дезинферного училища. Унижение еще терпеть можно. А вот что касается проблем с учебными процессами будущих военных разведчиков в Рязанском училище тут прям беда. Курсанты ГРУ постоянно отвлекаются от учебных занятий для подготовки к казушным мероприятиям на какой-нибудь 23 февраля и условное 9 мая. Хотя в советское время даже запрещалось курсантам военной разведки ходить единым строем с курсантами ВДВ из-за их специфики профессии. А сейчас одна лишь показуха в армии важнее профессионализма. Не готовы и материально-техническая база для подготовки курсантов ГРУ в Рязанском училище ВДВ. Например, неисправно оборудование для занятий водолазной подготовки. Не хватает банально компьютеров для курсантов ГРУ. И в итоге на госэкзаменах курсанты Рязанского военного училища получают одни двойки, чего не было никогда. И вот сейчас. А ведь именно от грамотной работы военной разведки зависит та или иная успешная операция больших в кавычках вооруженных сил. Ну и миллиарды рублей, которые выделялось на подготовку разведчиков России, куда-то полезли в карман Шойгу и его заместителей генералов. Парадокс, но учеба в группе Рязанского училища ВДВ, в группе спецназа Рязанского училища ВДВ еще не гарантирует тебе службу непосредственно военной разведки России. Из 250 курсантов в реальное анимучебное ГРУ в ССО попадают только 80 человек, а остальных направляют в танковые и мотострелковые части. Стоит ли после этого защищать родину этим курсантам ГРУ в Рязанском училище ВДВ? Большой вопрос. Командование Рязанского училища сплошь одни коррупционеры и мудаки, которые гробят всю военную подготовку спецназа разведки и разведки вообще. Тех людей, которые позволяют не осклепнуть армии России перед ответственной операцией во время боя и во время войны. Конечно же, надо отдельную делать, устраивать отдельное училище для военных разведчиков России. Безусловно. Но денег нет, а вы терпите, дорогие будущие курсанты, будущие офицеры военной разведки, терпите унижение в Рязанском командном училище ВДВ со стороны его начальства. Кстати, очень реальный взгляд, так что понедельник, ну как понедельник, не понедельник, но неважно, понедельник начинается в субботу, а программа вообще в воскресенье. Так, я о том речь. Делегация семи стран покинула сессию ПАССЕ из-за России. Эти страны Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Словакия, а также Украина. Это произошло сразу после того, как ПАССЕ приняло резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме, но с условиями отпустить украинских морячков, которые прорывались в Бердянск через Крымский мост, и чтобы Россия, а точнее один Рамзан в Чечне соблюдал права геев, лесбиянок и прочих ЛГБТшников в Чечне на соблюдение условий возвращения российской делегации в ПАССЕ само ПАССЕ отводят примерно полгода не позднее апреля 2020 года, когда будет сделан доклад, выполнила ли Россия условия своего возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Но, как показала практика, так как Россию исключали из ПАССЕ за аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе, а Крым сейчас является российским, война на Донбассе не останавливается, а Россия все-таки вновь в ПАССЕ, значит и эти требования ПАССЕ Россия может не соблюдать. Быту мнение, что Россия не нужна ПАССЕ. Это совсем не так. Для простых граждан, членцев своего государства ПАССЕ означает то, что они могут подавать судебные иски об обжаловании приговоров даже Верховного Суда России в Европейский Истуд по правам человека с основной частью ПАССЕ, а точнее Совета Европы. И получается защищаться от чекистского судебного ментовского и прочих произволов нашей власти, допущенных в адрес того или иного гражданина своего государства. Кроме того, все члены ПАССЕ не имеют своих уголовных кодексов расстрельных статей, а это значит в стране члены ПАССЕ не может быть 37-го года, как у нас в России, то есть расстрела по суду. Казалось бы, членство ПАССЕ это обременительно для государства, во-первых, немалый такой членский взнос, саму парламентскую ассамблею Совета Европы равной 70 миллионам евро за год, во-вторых, из-за несправедливых приговоров многомиллионной компенсации заставляет платить ИСПЧ, российское государство российским же гражданам, но не все. И вот, казалось бы, для самого государства, для власти членство России в ПАССЕ это невыгодно, но не все так просто. Дело в том, что членство России в ПАССЕ это еще один дополнительный повод съездить за наш же счет, то есть на деньги налогоплательщиков в Страсбург некоторым депутатам из Государственной Думы Российской Федерации. И вот они-то никакого убытка точно не получат, а получат бесплатную командировку в центр Европы, в Страсбург, за счет простых россиян. Им членство в ПАССЕ выгодно как ни крути халявными командировками в Страсбург и другие города Европы. Женево, например. Такими депутатами, которые за ваш же счет летают в Страсбург, в центре Европы, являются Петр Толстой, который до депутатства врал народу в своей пропагандистской, а никакой не аналитической программе в воскресное время, и депутат Леонид Суцкий, который лапает незнакомых и знакомых баб у себя в кабинете в Государственной Думе. Вот хороший наборчик, то есть от России в ПАССЕ поехал отъявленный лжец и Кабелина насильник. прекрасный состав российских делегаций в ПАССЕ. А Толстого они вообще хотели сделать главой ПАССЕ, но не тут-то было. Так что некоторым депутатам, некоторым из российской, некоторым людям из российской власти очень даже выгодно то, что ПАССЕ за восстановление членства России проголосовало за 116 депутатов против 62. Они, эти депутаты из Госдумы под соусом защиты интересов России делают свою персональную карьеру в Страсбурге. Нехило, согласитесь. Но с другой стороны, жажда на халяву куда-то прокатиться и личные амбиции помогают простым гражданам добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека. С третьей стороны, не отстоя своей принципы, до конца ПАССЕ превратилась в подобие Государственной Думы, которая ничего не решает и которому нужны только лишь наши ваши денюжки. А Украина надо думать не о том, как с Россией устраивать батл при ПАРе, битву при ПАССЕ, а про членство в Европейский парламент стран Евросоюза. Это уже гораздо более престижно, нежели чем ПАССЕ. Те делегации шести стран, кроме Украины, Литва, Латвия, Эстония уже там, в Европейском парламенте Евросоюза. Украина же подписала ассоциацию членства в ЕС. Вот пусть украинская делегация предпринимает все усилия МИД Украины, чтобы Украина вошла в парламент уже ЕС. И там России нет. И быть в ближайшее время не может. И еще одна срада для Украины. Мало того, что Русню вернули в ПАСЕ, так еще и предатель украинского народа Сибарит Хапуга, ком отборного российского УИЛа Виктор Медведчук встретился с террористами Донбасса на с главами ЛДНР Медведчук обсуждал в первую очередь не обмен в пленах и выполнение Минских соглашений он это обсуждал, но после. А как он сам заявляет отвод отступления украинских войск с позицией на Донбассе, который вот так сюрприз начался за сутки до встречи Медведчука с Пушилиным и Пасечником лидерами сепаратистов. Именно поэтому конечно он предатель своего народа и лишний раз это доказал, что в первую очередь Медведчук это агент Кремля в Украине. Даже фотка его в кабинете Путина ленты РУ сделана заглавной своей статьи. статьи Лентару сделала фотку Медведчука в кабинете Путина заглавной своей статьи и это говорит о многом. В СУ говорят, что вынуждены отвезти войска от Луганска из-за недостатка во обмундировании и снабжении солдатом и снабжение солдатом. Тупо нечего жрать и нечем стрелять во врага в ЛНР. И тут как тут Виктор Федорович Медведчук встретился с главами ЛДНР и в аккурат перед парламентскими выборами явно пиарится на фоне отвода войск Украины от ЛНР. Я надеюсь, что это только своеобразная военная хитрость, что отводят войска из ЛНР а ударят по ДНР. Но боюсь этим и не пахнет. Более того, готовится встреча Леонида Кучмы с лидерами сепаратистов на Донбассе. И вот имеем то, что имеем. Кучма и Медведчук в угоду своих политических амбиций и партии за житья Вадима Рабиновича сдают Украину врагу лютой Московии. А что же Зеленский? А он в этих условиях продолжает кататься на велосипеде и купаться в фонтане. Мда. Эх, Юля, Юля Владимировна, ну почему ты не президент? Почему судьба злодейка с тобой так жестко обошлась? почему президент Украины либо комик, который ничего не понимает в политике, либо коррупционер Семенович Петро Великий Шоколадный? Они же сдают Украину врагу, а сепаратисты после переговора с Медведчуком уже предвкушают новые бои, но уже не перед Луганском и Донецком, а перед Харьковом и Мариуполем, и попытка сделать Зеленского, и попытки, предвкушают сепаратисты попытки сделать Владиленского марионеткой Путина через Коломойского. Да, наступление от ЛНР наших сбруйных сил. Увы, наверное, это поражение можно считать. Тут как бы двойных оценок быть не может. Восоки, восоки в Хуёсике прошла встреча Путина и Трампа. Она длилась полтора часа. Президенты и резиденты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересован в улучшении отношений между Россией и США. Один значит резидент лютой Московии вербанули в КГБ еще в 1986 году. Это я про Трампа, а другой это он не скрывает резидент Израиля, жида масонов. Вспомним, его первый вердит на посту Головнюка в 2000 году. Куда он направился? На землю обетованную. Зачем Россию воюют в Сирии? Да, чтобы террористы с голландских высот не обстреливали Израиль. Так что, когда говорят, что встречаются президенты США и России, это означает, что встречаются выходец из КГБ Трамп и выходец из Моссада Путин. Обратите внимание, что даже отъявленные патриоты России, лютые расисты, скрывающие себя под ником Шимон, кстати, да, Шимон 64, не уверены, что президент России реально слуга своего народа, а не слуга Равина на горе Седай. И хорошо ли миру от встречи Путина и Трампа ответ? Нет. Поскольку президенты разъедутся, один будет всех запугивать в твиттерах, а другой будет всех пытать в Лейфортово. Ну, естественно, не он лично, но понятно, да? Ну, вот яркий пример, что встреча, ну, не он лично, но по его приказу, ну, вот яркий пример, что встреча Путина с Трампом ничего не решает. Председенты обсудили на встрече с Сирией, Иран, с Венесуэлой и Украиной, то есть те точки, где сейчас идет война. А я напоминаю, что саммит G20 это сугубо экономический форум. Так планировалось изначально. Кроме того, Рыжик и Менгель, то есть Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над оружием. Во-первых, как старички, которым за 50, за 60 могут говорить про современную модель, если только это не топ-модель Ирина Шей, а во-вторых, интересный это контроль, когда обе страны выходят из ДРСМД и гордятся выйти из СНВ-3. журналисты про призвали Путина больше не вмешиваться в американские выборы, на что Путин лишь злобно усмехнулся таким смехом, типа ой, это другой смех, типа ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сколько у нас там еще минут осталось в чайфире, в водярном эфире. Ну, ещё, не знаю, минут, может, 5, может быть, 10. Значит, поговорим про личные, ну, как бы, в общем, про региональные новости. Про регионального добро в эфире. Значит, ну, у нас в Самаре второй год подряд повысили цены за проезд в маршрутках. Теперь проезд составляет не 30 рублей, а 35. А ведь в 2018 проезд в маршрутках Самары составлял всего-то каких-то 25 рублей. В чём причина такого повышения? Ну, во-первых, понятно, что цены на бензин растут, да? А во-вторых, весь муниципальный общественный транспорт Самары отдан под контроль частной фирмы Самара Автогаз. И вот она на деньги, которые выделили из бюджета области, закупает микроавтобусы ПАЗ-МАЗ на город Миллионников. И жители города, мало того, что теперь будут платить 35 рублей, вынуждены давиться в этих микроавтобусах. Губернатор Самары, очкастая мразь, отмалчивается Дмитрий Азаров, проводя никому не нужные русско-китайские игры на набережной Самары. Ну, погода, как и в Москве у нас, ну, в общем, ухудшилась. До дожди, тучи, похолодало. Правда, на момент записи в эфир все-таки чуть-чуть потеплело, но мы также готовимся к похолоданию, которое сейчас в Москве. В Москве сейчас плюс 12. И такие вот лишние новости. Ну, что еще? А, во, вот это важно, да, мы же, я же якобы на канале РНТВ нахожусь. Да, о, да, в Самаре видели НЛО, я вам серьезно говорю. Сейчас мы даже, может, попытаемся так его увидеть. Так, это все война 2008. Так, главное, главное, ага, так, W это включаешь. Сейчас вот, в Самаре, так, видели НЛО. О, о, во, во, вот гады пришельцы, значит, спускаются, значит, на нашу землю. И давай устраивать джихаг. Ну, что они устраивают, я, честно, не знаю. Но похолодание явно симптом деятельности внеземного разума здесь, в Самаре. Так что, Игору Прокопенко тоже привет. Ну, у нас такая зона есть, Жигулевские горы. Вот они там, вот они там спускаются. Это секретные объекты. И устраивают все то, о чем я говорю в политической программе, которая закончилась, а время еще до хрена есть. Ибо я всего лишь навсего написал каких-то 27 страниц. Хотя раньше писал и по 40, и по 50. Лень, матушка. Да. Так. Вот теперь, наверное, все. Спасибо за... А, нет, нет, нет. За внимание есть еще время, но у меня просто уже реально нету тем. Так что, смотрите, доброво в водяре. И надо когда-то заканчивать эфир. А эфир все никак не хочет заканчиваться. Хочется с вами и дальше пообщаться. Но обо всем важном мы уже обсудили. Вообще, люблю долго прощаться. Да, это, конечно, да. А, вот же еще вспомнил, что в Самаре, короче, повышаются тарифы на электроэнергию. Да. И поэтому у нас сегодня такой выпуск, укрощенный в 45 минут. Пока.